Физкульт привет, друзья и ученики! Из сегодняшнего видео вы узнаете, что такое микробиота, как она связана со здоровьем, с иммунитетом и со всем организмом в целом. Почему у вас нет мотивации? Также основная причина боли в суставах. И как улучшить наши тренировки и питание. Заинтриговал? Погнали! Микробиота, друзья. Слоистый пирог микробов, разделяющий все, что происходит в организме и в кишечнике, где созревает до 70% всех иммунных клеток. Плюс не будем забывать сеть нервных клеток, связывающих мозг с кишечником. Нельзя ничего разделять из этой компании, ведь все они действуют вместе и сообща. Микробы есть везде, друзья. От поступления еды через рот до места выброса отходов. Больше всего микробов в толстом кишечнике. 4-6 приемов овощей в сутки исключит любые риски и проблемы с микробиотой. Но кто, друзья, из нас с вами ест хотя бы 1-2 салата в сутки? Примерно 12 часов после поступления пищи мы перевариваем ее своими собственными ферментами, заложенные в нашем геноме. И еще 12 часов работают уже наши друзья-микробы, которые, друзья, уже своими ферментами обрабатывают то, что осталось. А осталось, ой, как много. До 30% всего того полезного, что наш организм недополучил бы при дисбактериозе. Вот почему так важно понимать, что мы едим. Ведь от этого зависит наша с вами микрофлора кишечника, от которой уже зависим мы. От хорошего самочувствия и здоровья кожи до иммунной системы. И всего здоровья в целом. Регулярные посещения туалета, минимум раз в сутки, без каких-либо проблем, являются хорошим показателем нормальной микробиоты, которая, кстати, выходит вместе с калом и может составлять до 50, а иногда и 60% от всех каловых масс. 400 квадратных метров, только вдумайтесь, это площадь нашей слизистой. И от того, что мы едим, зависит, какие микробы будут преобладать в ней. Чем меньше мы едим обработанной пищи, растительной клетчатки, тем более полезные микробы заселяют слизистую, улучшая иммунитет. И не только. В Японии были проведены интересные исследования на долгожителях, которым перевалило за 100 лет. И нашли у всех у них один вид микроба, который был у каждого долгожителя, перевалившего 100-летний рубеж. У тех, кто не дожил до столь солидного возраста, данного микроба, естественно, не было. Продукты метаболизма кишечных бактерий влияют на весь наш организм в целом. И на все его системы, от иммунной и эндокринной, до центральной нервной системы. Даже иммунные клетки, которые зарождаются в костном мозге, приходят на созревание и большую часть времени проводят в кишечнике. Естественно, что вся наша иммунная система знает все о том, что мы едим. Огромное количество иммунных клеток всю свою жизнь проводит вблизи кишечника. Распознавая все хорошее и плохое, что мы с вами в себя запихиваем с едой. Регулируя, реагируя на плохое включение режима защиты, воспаления. На хорошее отсутствием такого воспаления. Если мы с вами гробим себя неправильной едой, то иммунная система начинает давать сбои. Некорректно реагируя на те нехорошие молекулы еды, химические вещества, что мы в себя засунули. И возникают та самая пищевая аллергия и прочие аутоиммунные заболевания. Еда это самый простой механизм, через который иммунная система взаимодействует с микробами. И здесь очень важно понимать и ни в коем случае нельзя недооценивать важность того, что мы едим. Ведь пищевые волокна, клетчатка, не перевариваются нами вообще, в то время как для микробов являются основным источником питания. В процессе пищеварения уже бактерий мы получаем коротко цепочные жирные кислоты, которые в свою очередь в организме являются строительным материалом, идут на производство гормонов и много чего еще. Когда в нашем организме данных кислот в достаточном количестве, иммунная система в норме. Но когда мы недоедаем, что является сегодня основным злом простой необработанной растительной пищи, клетчатки, иммунная система начинает волноваться. Ведь нехватка питательных веществ или антибиотики нарушают самую структуру слизистой, что приводит к сбою в работе. Когда мы даем нашим бактериям правильную еду, мы сохраняем правильный состав слизистой, которая в свою очередь, друзья, выделяет смазку, которая тонким слоем покрывает саму слизистую, защищая ее от химических реакций, постоянно протекающих в кишечнике. Когда слизистая не защищена, мы получаем ее повреждения нашими же пищеварительными соками, на что получаем еще большую реакцию иммунной системы, образуя воспалительные процессы и приводя к воспалительным заболеваниям кишечника. Нормализуя же процессы пищеварения путем контроля того, что мы едим, и снимают все возможные проблемы, если вы их, конечно же, не превратили в хронические заболевания. Но и здесь можно и нужно работать над своими пищевым рационом. Если вы думаете, что эти проблемы максимум вызовут у вас понос на пару дней, вы глубоко заблуждаетесь. Помимо аутоиммунных заболеваний, тех же пищевых аллергий, вы получите и проблемы с психическим состоянием, разберем чуть позже, и даже с суставами. Вот здесь, друзья, когда вы ужаснулись и на уровне подсознания начали анализировать свой дневной рацион, мы дадим вам информацию, способную нейтрализовать все вышеописанные ужасы и страхи. Если у вас есть проблемы с суставами, обратите внимание на свой стул, и наверняка вы обнаружите некие проблемы. Как только вы их уберете, уйдут и проблемы с суставами. Да, попробуйте. На самом деле все очень просто. Исключение из рациона полностью или хотя бы резкое снижение потребления сахара приводит к столь же резкому изменению, к лучшему и всей микробиоты. Загляните к себе в рот по утрам, и если у вас язык полностью покрыт белым налетом, значит вы слишком злоупотребляете сахаром. Ну что, друзья, после этого вам еще хочется пироженки или торты? Правильная микробиота дает работать и нашей гормональной системе, считывая наше гормональное состояние, но могут и нарушать обратную связь. Блуждающий нерв, вагус, самый длинный нерв в нашей нервной системе, который связывает все внутренние органы нашего организма с мозгом. И когда мы в стрессе, по вагусу передаются сигналы всем органам. Они сжимаются, сжимаются сфинктеры, спазмируется кишечник и страдает слизистая. Расслабив вагус, мы расслабляем и кишечник, нормализуется его работа и всей иммунной системы. Но, друзья, не будем забывать следующее, самое важное для нас, как для качков. Все нейромедиаторы, которые передают сигнал между нейронами в местах их соприкосновения, производятся при участии нашей микробиомы. Бодибилдеры, помешанные на связи мозг-мышца, которая называется по-научному нейромышечной связью, сразу усилили внимание после этого факта. Понимаете почему? Напишите в комментариях, пожалуйста. 90%, друзья, серотонина сосредоточена вокруг кишечника. А в самом кишечнике специальные эндокринные клетки вместе с микробами производят серотонин. Больше серотонина или меньше серотонина зависит от того, какие микробы преобладают вокруг. Неудивительно, ведь для самого кишечника серотонин это гормон радости и радостного движения. Кто не любит позитив? Кишечник, друзья, постоянно в волнообразных движениях. Он постоянно контактирует с другими органами пищеварения. И с точки зрения эволюции кишечник главный. Ведь когда еще не было ни глаза для зрения, ни уха для слуха, вообще органов не было. Был кишечник. И весь организм работал на удовлетворение его потребностей. В принципе, что и сейчас происходит. Все, что происходило впоследствии эволюции, работало на то, чтобы обеспечить кишечник едой. Даже мозг работал и работает до сих пор на его нужды и потребности. Так что первый мозг, это не головной мозг, друзья, а кишечник. Вспомните, как растет зародыш. Из пупка формируется первично пищеварительная система. А потом уже нервная. Остановки развития нервной системы у детей ведут к остановке развития нервной системы. Остановки развития пищеварительной системы у детей ведет к остановке развития нервной системы, что лучше всего доказывает, что первично, а что вторично. Очень много нервных окончаний кишечника дают сигнал мозгу, что нужно срочно что-то менять. Появляется тревожность. А менять нужно именно подход к нашему питанию, к тому конкретно, что мы едим. Современная медицина научилась лечить такие состояния тревожности путем подсадки нужных микробов. Но кто из нас или из наших докторов говорил когда-нибудь, что исключение вредной еды и добавка овощей в дневной рацион питания может избавить нас с вами от тревожных мыслей и легких депрессивных состояний. У меня есть статья, что такое пробиотики и пребиотики. И чем они отличаются? Обязательно найдите и изучите ее. Сегодня наука смотрит в сторону микробиоты, как на новую возможность заменить, а в будущем возможно и полностью исключить прием антибиотиков, которые убивают не только потенциально опасную микрофлору, но и всю, в том числе и полезную. Депрессия, друзья, уходит без использования больше вредных, нежели полезных антидепрессантов. Почему многие не хотят ходить на тренировки? Вы, наверное, встречали таких людей. Возможно, вы такой человек. По крайней мере, вокруг вас, если вы тренируетесь, очень много таких знакомых. Все просто. Те люди, которые тренируются, ведут активный образ жизни, здоровый образ жизни, чаще всего следят и за питанием. Что они едят? И это дает ощущение радостной удовлетворенности, легкой эйфории после силовой работы. Естественно, за счет наличия полезной микробиоты, которая этот кайф и обеспечивает. Люди с лишним весом, как мы уже понимаем, не могут испытывать подобных приятных ощущений после тренировки. И при отсутствии нужных микробов, из-за никакого, мягко говоря, питания. Естественно, такие люди даже и не думают начинать тренироваться. А если и думают, то кишечная микрофлора говорит, что делать этого не стоит. Вот вам и подсказка, как и где искать мотивацию. И почему ее нет, даже близко. Задумайтесь. Создавайте, друзья, мотивацию на кухне. А как настроить мотивацию через упражнения, читайте в моих статьях, в моих книгах или смотрите в видеороликах. Задумайтесь. 4,5 миллиарда лет живут микробы. Сравните это с жизнью человечества. Нужно ли, друзья, сдавать дорогостоящие анализы на состояние микробиоты? Сахар крови, гемоглобин, уровень холестерина, качество и частота стула, качество кожи, психическое состояние, запах тела. Все это, друзья, является хорошим индикатором состояния нашей с вами микробиоты. Надеюсь, что данная информация была крайне важна и полезна для вас, как для тренеров, как для самостоятельно тренирующихся людей. Дайте обратную связь в комментариях. А мы с вами увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова